здравствуйте алгебра восьмой класс тема урока рациональные выражения основное свойство дроби сокращение дробей на уроке мы вспомним какие выражения называют целыми познакомимся с дробными рациональными выражениями узнаем какие значения называют допустимыми научимся находить допустимые значения вспомним основное свойство дроби научимся сокращать алгебраические дроби на уроке вам понадобится тетрадь и ручка приготовьте их пожалуйста на экране вы видите десять выражений необходимо их разделить на две группы на целые и дробные выражения посмотрите как сделаю это я выражение номер один по моему мнению выражение целое выражение номер два дробное выражение номер три тоже дробное номер четыре целое номер пять дробное дробное номер шесть целое седьмое снова целое восьмое дробное выражение номер девять целое выражение и номер десять дробное чтобы проверить верно ли я выполнила задание необходимо дать определение целого и дробного выражения целыми называют выражение составлены из чисел и переменных содержащие действия сложения вычитания и умножения а также деление на число отличное нуля например сумма семи икс квадрата и двух удвоенная сумма m и n а деленное на 4 или в виде дроби а четвертых и просто число 45 можно сказать и так если алгебраическое выражение не содержит деления на переменные то его называют целым дробными называет выражение составленные из чисел и переменных с помощью действия сложения вычитания умножения и деления на выражение содержащие переменные величины например частное семи и суммы квадрата икса и двух частное удвоенное м и утроенной суммы м и н дробь 4 а тых иными словами если алгебраическое выражение содержит деление на выражение с переменными то его называют дробным вернемся к заданием вернемся к заданию и проверим его выражение в первом столбце целые действительно не содержит деления на переменными Во второй столбец попали выражения, которые содержат деление на выражения с переменными. Целые и дробные выражения называют рациональными выражениями. К целым, как вы поняли, относятся одночлены и многочлены. К дробным – рациональные дроби, то есть дроби, в которых числитель и знаменатель – многочлены. Попробуйте найти из шести предложенных выражений дробные. Проверим. Надеюсь, вы не ошиблись и выбрали именно эти два выражения. В следующем задании необходимо вместо прямоугольника поставить ноль и назвать полученную дробь. Первая дробь при подстановке нуля стала равной нулю, а вторая дробь не существует, так как по законам математики делить на ноль нельзя. По той же причине не существует и третья дробь, ведь при подстановке нуля вместо прямоугольника знаменатель дроби обернулся в ноль. Четвертая дробь стала равной одной третьей, пятая в пяти четвертом или одной целой одной четвертой, шестая минус двум, а в седьмой опять-таки получилось деление на ноль. Не будем делать постешного вывода, а выполним еще одно задание. Найдем значение предложенной дроби при значениях переменной х, равной нуля четырем единице. При х, равном нулю, дробь стала равной минус трём. При х, равном четырем, получилось семь третьих или две целых одна третья. При х, равном единице, найти значение дроби невозможно. В таком случае, говорят, выражение не имеет смысла. Значит, не все значения переменной являются допустимыми. Теперь можно сделать и вывод. В рациональную дробь нельзя подставить числа, которые обращают ее знаменатель в ноль. Все же значения переменных, при которых рациональное выражение имеет смысл, называют допустимыми значениями переменных. Множество всех допустимых значений переменных называется областью допустимых значений, коротко, ОДЗ, или областью определения выражения. Найдем допустимые значения переменных. Переменная у принимает все значения, кроме нуля. Переменная х принимает все значения, кроме х, равного минус 9. Действительно, подставьте в данное выражение вместо х минус 9. В знаменателе получается ноль. Переменная х принимает все значения, кроме х, равного 1 и 8. И переменная х, все значения, кроме х, равного минус 2 и 10. Так как же находить значения переменных? Целые выражения имеют смысл при любых значениях переменных. А значит, если выражение является целым, то все значения входящих в него переменных будут допустимыми. Дробное выражение при некоторых значениях переменных может и не иметь смысла. И чтобы найти допустимые значения переменных дробного выражения, нужно проверить, при каких значениях знаменатель обращается в ноль. Найденные числа не будут являться допустимыми значениями. Продолжим. Мы знаем, что для обыкновенных дробей выполняется следующее свойство. Если числитель и знаменатель обыкновенной дроби одновременно умножить или разделить на одно и то же отлично от нуля число, то значение дроби не изменится. Иначе говоря, для любых значений А, В и С, где В не равно нулю и С не равно нулю, верно равенство. А, В и С равно частному произведений А, С и В, С. Так дробь 3 четвертых, если числитель и знаменатель одновременно умножить на одно и то же число 4, станет равной 12,16. Но значение дроби при этом останется неизменным. Дробь 22,33, если числитель и знаменатель ее одновременно разделить на одно и то же число 11, станет равной 2,3. Причем значение дроби тоже не изменилось. Для алгебраической дроби основное свойство звучит так. Так, числитель и знаменатель алгебраической дроби можно умножить или разделить на один и тот же многочлен или одночлен, отличный от нуля. Например, в дроби, числителем, который является х, а знаменателем разность х и 3, можно умножить числитель и знаменатель на сумму х и 1. И получить дробь, числителем которой являются произведение х и суммы х и 1, а знаменателем произведение разности х и 3 и суммы х и 1. Причем эта дробь непременно равна первой. Основное свойство дроби применяется при выполнении двух типов заданий. Приведение дробей к новому знаменателю и сокращение дробей. Преобразуем дроби 2а третьих и 3b пятых, так, чтобы они имели одинаковый знаменатель. Общий знаменатель 15. 5. Дополнительный множитель первой дроби. 3. Дополнительный множитель второй дроби. Получились дроби 10а пятнадцатых и 9b пятнадцатых. С одинаковым знаменателем 15. Преобразуем дроби х, деленное на 2b квадрат и 3х, деленное на 4b, так, чтобы они тоже имели одинаковый знаменатель. Возможно, общий знаменатель 4b. 2. Дополнительный множитель первой дроби. Получились дроби 2х, деленное на 4b квадрат и 3х, деленное на 4b. Как видим, они не имеют одинакового знаменателя. Умножим числитель и знаменатель второй дроби на b. Задача выполнила. Получились дроби 2х, деленное на 4b квадрат и 3х, деленное на 4b квадрат с одинаковыми знаменателями 4b квадрат. Такое же задание выполнено для дробей х, деленное на сумму ху и х, деленное на разность ху. Их общий знаменатель – произведение суммы ху и их разности. Перед нами одна из формул сокращенного умножения – разность квадратов. Дополнительный множитель первой дроби – разность ху, дополнительный множитель второй дроби – сумма ху. В результате получили две дроби со знаменателем одинаковым, разностью квадратов ху и у. А теперь сократим дроби. То есть числитель и знаменатель дроби разделим на одно и то же число или на один и тот же многочлен или одночлен, отличный от нуля. Сократим. 15а, деленное на 20х. Числитель и знаменатель содержат одинаковый множитель 5. Сокращая, получаем 3а, деленное на 4х. Вторая дробь. Сократим. 25а, b, деленное на 15b, x. Общий множитель в числителе и знаменателе – b. Сокращая, получим. 5а, деленное на 3х. Сократим еще одну дробь, в числителе и знаменателе которой в качестве общего, одинакового множителя содержится разность а и b. Сокращаем на эту разность и получаем дробь 2, деленное на разность а и b. Основное свойство дроби поможет, упростив, вычислить и столь трудное выражение. Для начала представим число 12 в виде произведения 3х и 4х. Возведем произведение в степень, перемножим степени с одинаковым основанием и сократим. Остается возвести произведение 3х и 4х в квадрат. Ответ 12 в квадрате или 144. Сократим дробь, числителем которой является разность а, b и 2а, а знаменателем – разность 5, b и 10. Я все понял. Я выполню это задание сам. Не торопись, карандашик. Я ведь всю тему еще не объяснила. Я смогу. Хорошо. Решай. Сокращаю b в числителе и b в знаменателе. Сокращаю 2 и 10 на 2. Получаю в числителе а минус а, в знаменателе 5 минус 2. Дробь равна нулю. Карандашик, ты ведь и сам понимаешь, что допустил ошибки. В ответе ноль получиться не мог. Да, верно. Но где ошибки? Ты сократил примерно так. Если дробь записать как числитель, деленный на знаменатель, то ты сократил в словах числитель и знаменатель буквы Т, Е, Л и мягкий знак. И получил числи, деленные на знамена. Понял. А как нужно было выполнить это задание? При сокращении дроби числитель и знаменатель ее делят на один и тот же одночлен или многочлен. И чтобы верно выполнить сокращение, надо разложить и числитель, и знаменатель дроби на множители. Для чего? В числителе вынести общий множитель А, а в знаменателе общий множитель 5. Вот теперь можно и разделить числитель и знаменатель на разность В и 2. Верный ответ – А пятых. Вывод. Чтобы сократить рациональную дробь, нужно сначала разложить на множитель ее числитель и знаменатель. Разложить выражение на множители можно разными способами. Вынесением общего множителя за скобки. Вспомним способ, рассмотрев пример. Способом группировки. Обратите внимание на пример. И применив формулы сокращенного умножения. А именно формулы квадрата суммы и разности двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Формулы суммы и разности кубов двух выражений. Сократим дроби. Числитель ее А квадрат минус 9. Знаменатель сумма АВ и 3В. Разложим числитель и знаменатель на множители. В числителе вы видите разность квадратов, которая равна произведению суммы А и 3 и разности А и 3. А в знаменателе вынесем В за скобки. И в скобках видим тоже сумму А и 3. Сократим полученную дробь на множитель А плюс 3. Получилось А минус 3, деленное на В. Сократим еще три дроби. Первая дробь. В числителе ее вы видите квадрат суммы. Не стоит квадрат суммы записывать в виде многочлена, так как при выносении 7С в знаменателе за скобки общим множителем будет сумма С и 2. Сократим, получаем С плюс 2, деленное на 7С. Во втором примере в числителе получим квадрат суммы А и 5. А в знаменателе видим произведение разности А и 5 и суммы А и 5. Общий множитель числителя и знаменателя очевиден. Сокращаем, получаем А плюс 5, деленное на А минус 5. В третьем выражении формулы сокращенного умножения нам не помогут. Воспользуемся способом группировки. Сгруппируем 2х и минус 2у, bх и минус bу. Итак, 2 вынесли за скобку в первой группе в скобках разность х и у. Во второй группе вынесли b в скобках разность х и у. В числителе в результате получаем произведение разности х и у из суммы 2 и b. В знаменателе мы тоже видим разность х и у. А значит, можно сократить на разность х и у в ответе 2 плюс b, деленное на 7. Хочу обратить ваше внимание на следствие из основного свойства дроби, приводящее к изменению знаков у числителей и знаменателей. Если задана дробь абетых, при умножении числителей и знаменателей ее на минус 1 получим дробь минус а, деленное на минус b, равную первой. А дробь а, деленная на минус b, при таком действии станет равной минус а, деленное на b. Если выражение минус а, деленное на сумму а и b, лучше записать, поставив минус перед всем выражением. Если же минус подставить перед выражением а, деленное на разность b и а, оно станет равным минус а, деленное на а минус b. Произошло изменение знаков у переменных в знаменателе. Была разность b и а, стала разной а и b. Рассмотрим еще три рациональных выражения. Перед частными разности а и b и разности c и d появился минус. При этом изменились выражения числителя в первом случае или знаменателя во втором. Так могло произойти, если либо числитель, либо знаменатель дроби был умножен на минус 1. С последним выражением вы уже встречались в седьмом классе. Квадрат разности а и b равен квадрату разности b и а. Действительно, если представить эти выражения в виде многочленов, то сказанное становится очевидным. Изменения знаков могут пригодиться вам при решении некоторых примеров. Например, сократим несколько дробей. В первой дроби, в числителе, вы видите один из множителей, разность х и 2у, а в знаменателе разность 2у и х. Если перед дробью поставить минус, то мы можем в числителе заменить разность, которая была на разность 2у и х. Теперь можно и сократить. Получилось минус а в этох. Сократим второе выражение. Разложим числитель и знаменатель на множители. Мы видим, что в числителе есть множитель разности 5х в знаменателе х и 5. Поступим так же. И теперь можно сократить на 5 минус х. Получаем дробь. Минус числитель 5 плюс х в знаменателе 5. Третье выражение. В числителе вынесем общий множитель, а знаменатель – это квадрат разности х и 1. Квадрат разности х и 1 заменим квадратом разности 1х без дополнительного минуса. Сократив, получаем 3 деленное на разные единицы и х. Надеюсь, что теперь ни карандашик, ни вы, ребята, не сделайте больше ошибок, сокращая дроби. Урок подходит к заключению. На нем вы познакомились с рациональными целыми и дробными выражениями, узнали, какие значения называют допустимыми и научились находить их. Узнали основное свойство алгебраической дроби, научились сокращать алгебраические дроби. Я прошу вас, ребята, и тебя, карандашик, оценить урок. Выбери, какие слова ты бы мог сказать в конце урока. Я бы выбрал слова, пришлось постараться. Но я все понял и справлюсь с заданием по этой теме. Очень рада. Хочется, чтобы наши зрители тоже выбрали эти слова. Я говорю вам, до свидания, до новых встреч.